В эфире на Вести ФМ 103, Дагестанское радио. В эфире программа Вести Здоровье. У микрофона Бедерниса Гусейнова. Здравствуйте. В начале февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком, в рамках которого по всему миру проходят мероприятия с целью привлечения внимания общества к проблеме онкологии и повышение осведомленности населения о факторах риска и необходимости профилактики заболевания. В программе принимает участие врач гигиенического воспитания Республиканского центра медпрофилактики Камиля Халилова. Современная медицина, конечно, успехи неоспоримы. Многие заболевания лечатся или контролируемы, но несмотря на успехи, рост онкологических заболеваний вызывает беспокойство. И здесь на первое место, конечно, выходит обследование, профилактика, какая работа проводится центром по профилактике онкологических заболеваний. Статистика неумолима. Уносит жизни практически каждого третьего. Мы здесь оговоримся. Ранняя диагностика. Это самое необходимое и возможное. Предотвратить дальнейшее распространение рак не приговор. Возможно жить с этим заболеванием, но обратиться вовремя к врачу. Диспансеризация, о которой мы говорили, многие сетуют на то, что мало чего возможно благодаря этой диспансеризации получить. Не хватает времени обратиться в поликлинику участковую. Потому что всегда находится масса других дел, которые кажутся важнее. Да, да, да. А вот я всегда говорю о том, что диспансеризация – это лишний раз напоминание того, что человек должен обратиться в поликлинику. Он просто должен найти время для того, чтобы пойти в участковую поликлинику своему участковому врачу и пройти вот эти пусть сначала минимум того, что заложено в это обследование. А потом уже, когда человек начнет при необходимости более углубленно обследовать. Очень хорошо то, что доктора на сегодняшний день берут на себя ответственность и звонят. Вот ко мне, например, звонили. Камила Долгатовна, вы приглашаетесь в поликлинику на прохождение диспансеризации. Так как есть определенные возрастные категории, когда человеку вообще необходимо. Но я так думаю, что это, знаете, как убивать нескольких зайцев сразу. То есть домочадцам можно объявить о том, что вот меня приглашают, то есть лишний раз. Все остальные должны посетить участковую поликлинику, пройти минимум обследования. Мы с вами знаем, что соматолога надо хотя бы два раза в год посетить. Но женщине гинеколога надо посетить, мужчинам уролога. Если нет никаких проблем со здоровьем, человек себя чувствует замечательно. Это не повод для того, чтобы не проходить диспансеризацию. Не нужно ждать, когда появится симптом. Но хочется, чтобы земляки мои понимали. То есть культура вот эта заключается в том, чтобы действительно не дожидаться начала болезни. А вот действительно взять за правило год-два раза посещать докторов. Вы спокойно можете на работе потребовать график прохождения вот этой диспансеризации. Или же обследование какое-то. И можно вот этот график на работе спланировать вместе с председателем профсоюза, например. Руководитель обязан отпускать вас на обследование. Мы тоже этот вопрос у себя на работе подняли. И руководитель курс, и он идет навстречу. График такой у нас создан. И люди спокойно идут и обследуются. Мы имеем право на то, чтобы нас отпускали. А это прописано как-то юридически? Да, 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 конечно. Это прописано юридически, законно. То есть руководители все в курсе. Камера Долгатовна, я знаю, что при Республиканском центре медпрофилактики сегодня функционирует и центр здоровья. Какие можно получить там консультации? Он существовал как отдельный центр здоровья. Сейчас он перемещен, он находится на базе нашего центра. Старше 18 лет, лица все имеют право прийти и обследоваться совершенно бесплатно. С собой имейте паспорт и страховой полюс. Какие же исследования возможно пройти? Состояние сердца и сосудов, работу легких, оценить физическое состояние, показатели глюкозы и холестерина в крови, то есть экспресс-анализ крови из пальца берется, оценка состояния полости рта стоматологом-гигиенистом, оценка остроты зрения и внутриглазного давления врачом-офтальмологом. По окончании обследования получите заключение о наличии факторов, риска заболеваний и индивидуальную программу здорового образа жизни. Если вы заинтересованы сохранить, укрепить здоровье, изменить свой образ жизни, избавиться от вредных привычек, повысить свою физическую активность и научиться правильно питаться, то просим вас посетить наш центр здоровья. Город Махачкала, улица Аскерхана, Мира 1А, за корпусом медуниверситета. Рабочее время как у нас? Так, рабочий режим в будни с 8 до 7, суббота с 9 до 2, выходной в воскресенье. Когда вы встречаетесь с населением, говоря об онкологических заболеваниях, какие акценты расставляете? Стараемся в год несколько раз, не только в праздничные дни, врачи генинического воспитания нашего центра всегда находятся в гуще населения. То есть у нас прям в функциональных обязанностях указано о том, что мы должны находиться в местах наибольшего скопления населения. Я даже знаю, что вы в супермаркеты ходите. Да-да-да, мы бываем и в супермаркетах, и на рынках, везде, где есть наши люди. Мы хотим им помочь. Студентам. Да, студентам, конечно. Это вузы, это школы, это прям святое. Но что же мы говорим? Вот как врачи генисты на тему профилактика рака. Вроде бы на слуху всех о том, что мы есть то, что мы едим. И поэтому мы, конечно, говорим о том, что существует антираковая тарелка. На первом месте у нас овощи семейства крестоцветных. К ним относятся брокколи, цветные и прочие виды капусты. Их желательно подвергать термической обработке. Зелёный чай. Очень полезно, особенно с женщинами. Заваривать его нужно в течение 10 минут. Ну, говорят, он давление понижает. Ну, тем, кто да. Вот этот момент надо оговорить. Если вы являетесь гипотоником, то немного с осторожностью. Давление у кого стабильное, даже повышенное, то им вообще просто показан зелёный чай. Очень полезно в еду добавлять куркуму. Я её всегда добавляю в пищу. Так же, как соль. Вообще, желательно солить в тарелке. А вот куркуму можно положить, когда вы уже заканчиваете приготовление пищи. Куркума очень полезная. Её соли и с молоком даже. Да. Это очень полезная приправа. Имбирь, куркума в сочетании отдельно. Это продукты, которые от онкологии. Должны быть на столе? Да, они прям должны быть на столе. Четвёртое – это, конечно, грибы. Грибы очень… Мариновые, свежие. Ну, знаете, сушёные – это прям самое то. Супчики грибные. Но грибов много. Предпочтения каким-то или разницы нет? У нас грибы как шампиньоны, вешенки. Конечно, тут трудно достать, например, такие грибы, как белые. Сибирские грибы, которые там… Из того, что есть. Из того, что как бы есть. То есть, потреблять грибы обязательно – это тоже один из продуктов, как профилактика. Оливковое масло. Ну, опять-таки, надо вот с подходом таким у нас супермаркеты завалены этим маслом. Не обязательно дорогое. Лучше, конечно, холодный отжим. Одна столовая ложка в день. Её просто пить? Можно и в салатах. Чтобы масло было, ну, конечно, не жареное. Ещё несколько продуктов. Сливы, персики, абрикосы. Можно также их в сушёном виде. Сегодня многие замораживают. Да, вот. Если есть замороженные, просто не забывайте, мы должны в день потреблять достаточное количество и овощей, и ягод. Очень, как бы, рекомендую приобрести. У самой нету, но хочу приобрести для сушилки аппарат. Лето предстоящее можно засушить. Помидор – это панацея. Томаты простаты. Да, вот, вот, вот. Не магазинный томат. Томат, который приготовлен самой. Давайте детям и самим пить. Помидоры полезны в паренном и в сыром виде. Следующий продукт – это вот чёрный шоколад. Вот именно 70%. Я имею в виду горький шоколад. Да, вот этот горький шоколад. Конечно, подходить к выбору шоколада нужно тоже с умом, как и ко всем продуктам. Очень хорошие продукты, такие как чеснок и все виды лука. Я всегда говорю, вот наши предки, они были… Мудрые. Да, они были мудрые. Хинкал, который вот у нас традиционное блюдо у всех наших национальностей. Я думаю, это прямо самое то. Чеснок, который растолоченный, вот этот чеснок, смешанный вот с этим томатиком, домашним соком. Да, вроде кажется, тесто, но его тоже можно потреблять в небольшом количестве. Но когда вы прожёвываете кусочек вот хинкал, это даже и профилактика ротовой полости различной инфекции. И плюс ещё, конечно, самое главное, о чём мы сегодня говорим, это профилактика онкологии. Не забывайте о всех этих продуктах, но это вот, что я хотела сказать, о питании. Питание – это основа нашего, как говорится, здорового за жизнь. Ну, конечно, не забываем такие меры профилактики, как отказ от вредных привычек, от курения, алкоголя. Нельзя злоупотреблять кофе. Даже если вы потребляете кофе, кофе должно быть качественным. Вот сейчас у нас как бы солнце становится более активным с каждым днём. Долгое пребывание на активном солнце не стоит. Мы об этом предупреждаем. Повторюсь ещё раз о том, что необходимо своевременное обращение к врачам в таком возрасте 40-45-50 лет необходимо. Комплексное обследование. Да, после 50, через каждые 2 года. Каня Долгатовна, какие признаки должны насторожить? Уплотнение и изменение объёма и формы какой-либо анатомической области. Долго не заживающий дефект кожного покрова или слизистых оболочек. Например, рана, язва. Изменение размера, цвета, формы пигментного неоса, то есть родимого пятна. Появление изменений или образований на коже, склонных к росту. Кровотечение, развившиеся без видимых причин. Длительный кашель. Стойко сохраняющаяся охриплость голоса. Стойкие нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Особенно в сочетании с немотивированной слабостью, потерей трудоспособности и снижением аппетита. Стойкая дезурия, то есть нарушение мочи и спускания. Похудение без видимых причин. При появлении одного или нескольких приведённых мною симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. При этом мы говорим о том, что нужно соблюдать режим труда и отдыха. Потому что если человек простыл, устал, начинаешь себя плохо чувствовать, режим труда и отдыха должен быть обязательно соблюден. Ну, надо спланировать режим дня. Все вот эти погрешности, которые современный человек себе позволяет, они в конце концов могут привести к такому грозному заболеванию, как рак. И ничего здесь просто так бесследно не проходит. У каждого из нас врождённый вот этот резерв здоровья. Мы должны прислушиваться к своему организму. Ложиться спать нужно в тот день, когда ты проснулся. Да, вплоть до того, что обычно врач, когда прописывает препарат, он говорит, насколько это даже важно, как организм воспринимает в определённое время, дня и суток, когда вы принимаете, и приём пищи, и сон, прогулки. Всё это должно быть в своё время. Хотя вы понимаете, да, сегодня в современном мире, наверное, сложно вот всем этим рекомендациям следовать. Но мы должны помнить, самое главное, это мы в первую очередь сами должны заботиться о своём здоровье. Поэтому, может быть, есть менее важные дела. А здоровье – это самое главное, то, что есть у человека, его надо беречь. Как я часто объясняю детям, когда они падают, ушибы, переломы, что запасных частей пока к человеческому телу нет. Поэтому надо беречь себя. Ну вот мы разрабатываем различные наглядные пособия. Если вы увидите памятку, разработанную нашим центром, 10 способов освободить время. Когда мы научимся высвобождать время, мы научимся вовремя попадать туда, куда нам нужно. То есть к докторам, когда нужно профилактически. Какие это правила? Как вы сейчас сказали о том, что необходимо планировать, какие дела у нас самые важные. То есть по важности дела в первую очередь. Потом, когда иду к студентам или к школьникам, начиная вот с маленьких лет, даже в садики мы иногда ходим, и малышам говорим о том, что нужно вот прям, кто умеет писать, тот пропишет. Кто не умеет, как-то внутри себе заложит. В народе есть пословица. Кто утром встаёт, тому Бог подаёт. Вот это раннее пробуждение. Это вовремя завтрак. То есть вы спокойно проводите все туалетные процедуры. Конечно, не забываем о гигиене. Это всё должно быть прям в вашем графике прописано. Пока не станет привычкой. Пока не станет привычкой. То есть распишите всё это. Я вплоть до того, что песочные часы я купила, допустим, и можно говорить, мой зубы ребёнку в течение трёх минут. Но если часы песочные ставите, и ребёнок моет зубы в течение того времени, когда сыпется этот песочек, вот оно самое то, что вы спланировали. И эти две минуты он потратит именно на очистку зубов. Как врач профилактики я должна говорить о таких простых вещах, чтобы наши люди научились вот такие простые вещи соблюдать вовремя и кстати. Камина Долгатовна, Центр медпрофилактики, сотрудничает с перинатальным центром. Активно принимаете участие во всех мероприятиях, которые проводятся этим центром? Да, конечно, совместно. Да, совместно. И какие ещё организации привлекаете к этой работе? В первую очередь Министерство здравоохранения. Совместно с общественными организациями «Матери Дагестана», «Защита прав женщин Дагестана», «Движение волонтёры-медики». Они очень сильно помогают нам. Это студенты медакадемии, активно вовлекаются в эту работу с таким энтузиазмом. И учебные заведения, волонтёры есть во всех вузах. Их вовлекаем в такую работу. Камина Долгатовна, мы желаем всем здоровья. Конечно, мы желаем всем здоровья от лица нашего центра, от всех лечебно-профилактических учреждений, сохранять свои здоровья. Я благодарю врача гигиенического воспитания Республиканского центра медпрофилактики, Камилю Халилову, за то, что вы сегодня были у нас на эфире.